Александр Трепицын помнит, как сейчас свой первый рабочий день в пожарной охране. Январь 2008 года. Молодой парень пришел на должность пожарного в 9-й УПСЧ. Уже через год он стал командиром отделения, нес службу начальника караула. Затем в 2010-м Александр Валерьевич поступил в Уральский государственный противопожарный институт МЧС России. В 2016-м закончил. Тогда же и принял решение сменить профессию. Захотелось что-то поменять в жизни. Ушел руководителем в строительную организацию. Но без пожарной охраны он все-таки жить не смог. Вернулся, аттестовался и начал заниматься любимым делом. Спасать людей, тушить пожары. Понял, что это не мое. Вернулся в пожарную охрану. Назначили меня в 2020 году на должность начальника караула 10-й пожарно-спасательной части по охране советского района города Орска. И не проработав год, назначает на должность начальником части. Тянуло Александра Трепицына в пожарную охрану всегда. Ведь свое детство он провел именно здесь. Его отец Валерий Трепицын начинал свою службу с рядового пожарного. Дослужился до заместителя начальника пятого отряда. Является заслуженным работником пожарной охраны города Орска. Как бы все детство провел в пожарной охране. С папой как бы там и на пожары выезжал. И там, когда уже в школе учился, по школе, приходили, помогали, на пожары выезжали, тушили. И понял, что это мое направление только спасение людей и тушение пожаров. Когда ты начальник пожарной части, то это вовсе не значит, что ты больше не выезжаешь на пожары. Наоборот, несмотря на ежедневный дневной график работы, бороться с огнем можешь отправиться в любое время дня и ночи. Даже после тушения серьезных пожаров огнеборцы еще долго находятся на работе. Заполняют документы, делают отчеты. К примеру, после серьезного пожара на Форштадте, который случился в дневное время, Александр Валерьевич и его подразделения отправились на степной пожар. Горели сады. Вернулись к утру следующего дня и до вечера сидят за документами. В этот момент мы и застали начальника части. У нас в рабочее время руководство подразделения выезжает на все выезда. У нас рабочий день с 8 и до 17.00. Мы выезжаем на каждый пожар. Соответственно, если происходит повышенный ран пожара, то и ночью, и днем, и в любые выходные дни мы выезжаем на каждый пожар. Этот материал мы подготовили неспроста. 30 апреля – день пожарной охраны. Быть пожарным – это значит быть бесстрашным человеком, который ежедневно защищает жизни людей. Защищает город, пробирается сквозь дым на ощупь даже ради спасения котенка. Пробегает под падающими балками, рвется туда, где взрываются газовые баллоны. И при этом пожарные считают свою работу обычной, а не героической. Уважаемые ветераны, сотрудники, работники пожарной охраны, поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю вам и вашим семьям всего самого хорошего, самое главное – здоровья. Дежурному караулу, заступающему на БО дежурство, при выезде на пожары, ЧАЕС, чтобы все возвращались в полном составе. С праздником, уважаемые коллеги! Всех сотрудников и работников пожарной охраны с профессиональным праздником. Ваша профессия – одна из самых сложных. Желаем вам крепости духа, здоровья и стальных нервов. Субтитры создавал DimaTorzok